Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Миланя выходит из биоробота. Если в биороботе присутствуют растяжки, голограммы, копии, подключки, артефакты, все чужеродное выходит, становится рядом. Это ее голограмма? Пришла голограмма, да? Голограмма, она держит ее. Я не понял. Как оболочка. Она оригинал или она голограмма? Или она держит в руках голограмму? Голограмма держит оригинал, как в оболочке. Голограмма держит оригинал, как в оболочке. Нет сил выйти туда. И я даю команду на счет три. Миланя выходит. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Что там мешает, Вера? Она боится покинуть. К ней привыкла. Миланя, вы меня слышите? Слышит. Миланя, вы просили нас о помощи. Мы пришли вам помогать. Вы хотите держать голограмму в руках до конца своей жизни и работать, отдавать свои энергии этой сущности? Или вы хотите помощи? Вы нас просили о помощи. Мы пришли вам помогать. Выходите, пожалуйста, из своего биоробота на счет три. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Она вышла. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергии Абсолюта. Берем Миланю в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Миланей поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Голограммы. Что голограмма, Вера? Но она стоит. А оригинал где? Оригинал у меня. Мы ждем твоей команды, чтобы забрать голограмму тоже. И забираем голограмму в сетку. Один, два, три. И вместе с тонкой копией Миланей и голограммой поднимаемся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Да, мы на месте. Мы голограмму на счет 3 отправляем в клетку тюрьмы. Один, два, три. Готово. Мы приветствуем Миланю. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам в своей биополе на период сеанса? Доверит. Хорошо. Я даю команду на счет 3. И сканер начинает сканировать пространство над головой Миланей, под ногами. Системь тонких тел Миланей находит все. У нас бес. Два спрута. Аж два спрута. Не в разных чакрах. Арахноид. Рептилоид игры. Арахноид. Репт. Сколько игреев? Синий дракон с синий с голограммой. Грэ два. Синий дракон. И его голограмма. Итак, у нас 6 или 7 каналов, Вера. Потому что у спрутов два канала отдельно? Нет, они в одной клетке. Понятно. Значит, у них один канал на двоих. Считаю, бес от цифры над головой. Восьмерка. Рептилоид игры. Синий дракон. Какие цифры? Это синий дракон или голограмма, Вера? Я не пойму. Снимается все маски. Снимается все маски. Голограммы. Сущность представляется глаз на своему эфирному коду ДНК. Ставлю маячок зеленый-красный. Если это оригинал. Синий дракон зеленый. Если нет, красный. Какого цвета? Маячок? Он синий, но он какой-то подводный. Он один, он крупный, у него такая грудь выпуклая, три головы, и у него вместо огня вода идет. Что ты такой, дракон? И почему ты синий, я не пойму. Какая твоя специя? Как ты называешься? Со стихией воды он связан. И как ты оказался со стихией воды связанный дракон в биополе Мелании? В доме он живет. Как долго ты находишься уже в этом доме и в ее биополе? Больше трех. Три года. Хорошо. Как ты связан с этой водой и с этим участком дома? Я не понимаю, что там, река проходит или как ты? Как ты вообще оказался? Сырость там, потоп. Сырость и потоп. То есть тебя притягивают эти энергии сырости, да? Или как это мне понимать? Мои энергии это? Сырость. Сырость это твоя энергия. Мои владения. Сейчас чуть подробнее объяснишь. Какие твои владения? Вода твои владения или этот участок твои владения? Что твои владения? Не отвечай мне абстрактно. Он показывает. Участок был затоплен. И для него он пометил участок с дома. Ну, это его было личное решение. Это меня абсолютно, в принципе, не интересует, что он там пометил. Я его сейчас пометил. И посмотрим, чем это все закончится. Дракон. Ты какого цвета вообще? Синий или ты как называешься? Водяной дракон? Какой ты дракон? Синий. Синий дракон? Нет, пусть он ответит. Ты какой? Водяной дракон? Или ты синий водяной дракон? Или просто водяной дракон? Верочка, считай цифру у него над головой. Над головами. Я хочу знать, с кем я общаюсь вообще. 3028. Хорошо. 746. Есть. 9021. 9021. Значит, я сейчас... Он показывает картинки. Какие? Есть космические метаслои, где жизнь, в общем, состоящие из воды, как океаны. И Земля одна из них. То есть он вот таких обитает. А эти метаслои? Слои. Метаслои. Это какое-то другое измерение? Или как мне понимать, что это такое метаслои? Объясни мне. Это наложение идет каких-то измерений, или плотность другая, или что это такое? Почему ты вообще в матрицу Земли попал? Строение не мульти, а строение мета. Один слой наслаивается на другой. Выше и выше. Это у нас все в матрице Земли находится? Нет. Это вот ты принцип рассказываешь. Построение Вселенной? Нет, не Вселенной. А чего? Выше. Больше. А что выше и больше? Ну не говори мне загадками. Я хочу понятие, потому что я работаю. Мне надо знать. Галактика. Галактика. Хорошо. Значит, ты практически... И сколько таких слоев, на твой взгляд, по твоему мнению? Или по твоим знаниям? А какая галактика? Наша галактика. Млечный путь. Это же наша галактика, правильно? Я говорю про глобальный космос. Ты мне не делаешь легче. Работу. Синий дракон. Я тебе сразу говорю. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. Я обращаюсь ко всем, кто, кроме синего дракона, еще присутствует в его доме. В ее доме. Арахноид. Спруты. Спруты. Хорошо. Бес. Бес. А рептилоид с грыми единственный, кто остались, и не присутствует. Интересно. Хорошо. Я даю команду тонкой копии Мелании спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную и патогенную низкую вибрационную энергию в ее биополе. Один, два, три. Канал выстраивается сущностью. Подходит каждый к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все это чужеродные патогены низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ и негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Мелании. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Выстраиваю отдельный канал, голограмме. Один, два, три. И отдаю голограмме реверсом всю темную чужеродную энергию. Один, два, три. Пошла энергия. Усилив все потоки в 50 раз. Хорошо. Так, три года находился синий дракон. Рептилоид с Грейми. Как долго вы находились в ее биополе? Грейм 2, Вера? Два. Хорошо. 24 года. 24 года. Это уже какой-то рекорд, я не понимаю. Но расскажи мне, как это случилось и почему? Второй вопрос. Мой вопрос. Почему вы так долго находились в биополе Милании? 24 года. Что вас так притягивало? Стоят определенные остановки в ее теле. И какую энергию вы собираете? Разные. В том числе физические. По каким чакрам вы били? А вот каких чакр вы откачивали энергию? Каких цветов? Вы ко всем были подключены? Да. Я не понимаю, почему такая агрессивная рептилоид? Это не агрессивность. Но чем ты оправдаешь свой поступок? Я не понимаю логики в твоих вещах, которые ты делаешь вместе с Грейми. Дай мне объяснение. Почему ты 24 года? Я не понимаю, в чем причина эта пожилой человек. У него нет уже столько энергии, вы отсасываете до сих пор. У него больше 70%. Мы не отсасываем 70%. А сколько? Наша установка встроена в тело. И убирать ее нет смысла. Почему? Вросла. Синхронизирована. Рептилоид, неужели ты думаешь, что я не в состоянии вытащить вашу установку и сделать рассинхронизирование? Почему мы не уходим? Вы сами не можете рассинхронизироваться? Или как, я не понимаю? После того, как вы синхронизировались. Или в чем дело? Вы не можете по-своему желать? Мы остаемся до конца. Это источник энергии. Так ты ее подключил как источник энергии до конца ее жизни на Земле? Да. А кто тебе разрешал такое делать? У тебя есть какие-то моральные основания для того, чтобы ты такое делал? Я сейчас эту установку вытащу и установлю на тебя и включу ее на полную мощность до конца твоей жизни. Как ты будешь выглядеть? Это так работает. Я не знаю. Я спрошу сегодня умер. Установка собирается по частям с одной чакры на другую. Да. Встраивается, дополняется, изменяется. Просчитывается количество энергии человека, способного отдать этой установке дальнейшим нам. Да. Хорошо, поехали дальше. Арахноид, как долго ты находишься в этом биополе? Арахноид показывает дом, в котором он 30 лет живет. 30 лет. В Смелане он пересекается последние 8. А чем объяснить твое такое долгое присутствие в этом доме? 30 лет. Что там тебя так притягивало? Большая площадь. Много. Много темной энергии? Положительных углов. Что значит положительных? Помещений для разведения потомства. Понятно. То есть помещения, которые помимо дома находятся на этом земельном участке, где тебе спокойно разводить свое потомство. Я правильно понимаю? И это тоже. Хорошо. 30 лет. Да. Хорошо. Следующий вопрос к спрутам. Почему вас двое и как долго вы находитесь в этом биополе? Это связано с водой. То есть вы пришли тоже, как синий дракон, когда наводнение произошло? Да. После него. Понятно. Скажи мне, спрут, я не могу понять, неужели наводнение произошло давно? Ну, почему до сих пор это что не высохло или как мне понять? Или там что-то открылось такое после этого? Мы создаем сырость. Вы создаете? И удобную атмосферу. Я повторю вопрос. Вы создаете? Поддерживаем. А как вы можете поддерживать сырость в квартире на земельном участке? Ты что, дождь вызываешь или как это мне себе представить? Нет, мы выделяем определенную жидкость, соединяясь с грунтовыми водами земли. Ничего себе. Это я первый раз такие вещи слышу. Все взаимосвязано. Я недооценивал немного спрутов, я не понимал. Вы же космические сущности. Как вы можете, космическая цивилизация, как вы можете с грунтовыми водами земли коммуницировать? Это нормально или как? У вас неправильное понятие в космосе. Тем не менее, не я нахожусь в клетке, а ты. И ты должен быть заинтересован, чтобы как можно меньше провести времени в этой клетке, если тебе дорога твоя жизнь и твоя свобода. Если я задаю какие-то вопросы, ты мне должен объяснить, чтобы я мог понять, даже если у меня ошибочные взгляды на твою точку зрения, ты должен высказать свою. Если ты просто говоришь ошибочные... В чем моя ошибка? Я прошу тебя объяснить мне, какое у меня заблуждение о космическом мире. Дракон уже объяснил, как состоят метауровни. Понятно. Значит, ты через эти метауровни тоже можешь спокойно проникать в наш мир. Правильно? Я не знаю, как объяснить. Я же знаю, что все взаимосвязано. Ладно, хорошо. Наши метауровни связаны с грунтовой водой на планетах. Понятно. С любой водой. С любой водой. Вот как. Но это уже какой-то ответ, который я могу понять. Хорошо. Благодарю, Спрутов, за ответ. Так как у нас с реверсом закончился? Да. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Мелания забирает всю чистую и светлую божественную энергию. Один, два, три. Пошла назад. Энергия божественная и чистая. Все, что у нее похитили, все, что не изъяли, до последней капли возвращает Мелания себе обратно. Она хозяйка своих энергий возвращает все свое себе обратно. Хорошо, Бес, как долго ты находишься в биополе, в доме, ты и там, и там? Ну, он показывает. Ну, давай рассказывай. Будем общаться. Семь летом. Семь лет. Хорошо. Объясни мне, как ты зашел, какая была ситуация, что это было, какая частота тебя притянула, или какая-то, что это, портал был, объясни. Да нет, ослаблен болезнь. Болезни ослаблены, упали вибрации до... Он показывает, что он кровать, где она спит. Да. Там он присутствует. Он больше в доме, чем в ней. А какую энергию ты в доме собираешь? Раскидал комочки, одеялки, ее накрыл, или как? Все есть, комочки, одеялки. Носочки? На ней носочки. Хорошо, Бес, давай сделаем следующее. Я тебе предлагаю следующий вариант. Здесь, я полагаю, ты находишься неспроста, потому что там и в доме, и в ней есть достаточно того, что тебе нравится. Я тебе предлагаю следующий вариант. Ты мне отвечаешь на все вопросы, все, что меня интересует. После того, когда придет твоя очередь, я тебе дам команду снять все, что ты оставил на ней. После этого я тебе разрешу забрать лярвы, которые находятся в ее биополе. Лярвы присутствуют в ее биополе? Бес? Кивает. Хорошо. На земельном участке еще вопрос. Ты там хозяин или есть кто-то еще? Там свой демон, да? Да. Хорошо. Черт, он есть. И черт, вы вместе с черт. Много работы у нас. Значит, я тебе предлагаю тогда следующий вариант. Ты мне в квартире или черт покажет все порталы, которые открыты, мы их все закроем. После этого я соберу всю темную энергию в этом доме, поделю для тебя и для черта, и отправлю вас на вашу чистоту. Тебя такой вариант устраивает? Хлебное место там. Ну, ты, может быть, уверен, что ты останешься так подпитаясь, что у черта вырастут рога демона. Потому что я тоже чувствую там очень много всего разного на участке, а мне надо со всеми этим еще и вещами разбираться. И поэтому я не собираюсь. Поэтому давайте все-таки как-то, чтобы тебе было... Я не присутствую на участке, мне и в доме хватает дел. Хорошо. Значит, ты мне тогда все за дом будешь рассказывать. Черт, мне все порталы покажет, мы их закроем. Потом я поделю этот шар негатива огромный, отделю их от космической энергии, от ваших энергий темных, и отправлю вам обоим по этому... по половине шара. Устраивай такой вариант. Хочу делиться с черта. Значит, ты мне тогда будешь показывать, где все порталы устраивают? Да. Хорошо. Все. Как у нас с реверсом? Закончил. Закончился реверс. Давай тогда начнем с синего дракона. Синий дракон. Давай, выходи. Отключай свою голограмму. Вытаскивай все свои платы, которые ты оставил. Все провода отключай. Ничего не забывай. Возвращайся в клетку и докладывай мне о готовности к проверке. Пока ты снимаешь, объясни мне, что, как воздействовала эти подключки, эти платы на нее. Что она видела, что она ощущала, какое недомогание на физическом плане это было. Значит, через нее, от этой голограммы. Да. А голограмма, она как кейс от гитары. Все вокруг нее, таким голубым прозрачным, как льдом. Льдом, я бы сказала. Ну, я вижу, вижу, вижу. Да, да, да. Прозрачный, пластиковая такая оболочка вокруг нее. По ее форме. Но он больше на лед прозрачный похож. Хорошо. По ее форме. Что она делала? Она мерзла. Что это? Как она воздействовала? И, значит, через все ее тело проходит подключка. Подключка похожа на вены. Такие же голубые. Через нее полностью везде подключена. Синхронизирована по полной. Понял? Хорошо. Аккуратненько все вытаскивай. Не наноси никакого ущерба тонким телам. Пока дракон снимает, я рекомендую рептилоиду подумать, как он безопасно все это будет сейчас вытаскивать. Потому что если что-то пойдет не так, вы из этой комнаты никуда уже не уйдете. Это раз. Во-вторых, вы уйдете после того, когда я на вас обоих поставлю ваши конструкции. На вас и на Греев, и на рептилоида. Поэтому подумай, как это все безопасно вытащить. Потому что 24... Дракон закончен. Хорошо. Все. Благодарю, рептилоид. Давай команду Греем. Пусть выходит, вытаскивает. Все. И объясняет, как эта конструкция воздействовала на ее биополе. Грея. У нее органы некоторые, они не функционируют. Просто перестали работать. И как это связано? Они это сделали? Через конструкцию? Значит, у них есть конструкция, которая в определенных местах подкреплена. И вот эти места между соединениями, они перестали работать. Мне кажется, вы нанесли серьезный ущерб ее жизни и здоровью, который превосходит рамки вашей допустимой возможности откачивать энергии. Я буду сегодня спрашивать компетентные органы, как в таком случае поступать с вами. Потому что это уже перебор конкретный. Шея, спина, живот, низ, ноги, голова. Не сняли. Все сняли, да, Вера? Да. Хорошо, я прошу сейчас выйти арахноиды и снять всю свою паутину, все свои колючки, все, что он там оставил, шипы. Приступай. Возвращайся в клетку, докладываешь о готовности. Арахнои, да, на голове, как накинут такой, как платок накинут. Арахнои, ты 30 лет сидел, этот платок, как он на нее воздействовал? Ну, он не был такой, он его сплел. Понятно, хорошо. Как твое воздействие отражалось на ее физическом плане? И он мне 30 лет не сидел, он сидел в доме 30 лет. 8 лет он мне сидел, да. Как она ощущала твое присутствие или эту накидку? Где дискомфорт шел? Голова, памяти нет. Голова, память. Голова, я полагаю, это и головные боли, и мигрень, правильно? Да. Я знаю до какой степени, один раз ощутил на вас, какие вы мигрени можете делать. Поэтому могу вполне подтвердить, что страшнее головной боли, чем от арахноида, просто в природе не существует. Он все убрал? Он убрал, он показывает, что этот платок связан, ажурный такой, он связан в доме с паутиной. Платок он снял. Хорошо. Так, я прошу обоих спрутов сейчас выйти, снять, вытащить все, что они оставили в биополе Мелании. Доложить мне о готовности к проверке. Пусть объясняют, что они снимают и где она находилась. Область живота. Как человек это все выдерживал в такие годы. Привык. А почему привык, мне вот интересно, в чем там? Там нет намерения ли, там нет осознанности, там нет желания, там смирения совсем. Как это объяснить? Как вы это видите? Кто мне может ответить на вопрос? Подожди, идет ответ на твой вопрос, что это средний человек. А кто это отвечает? Который принял решение оставаться там, не менять ничего. То есть это ее личное решение было жить, как она сейчас живет, я так полагаю, да? Не менять. Нет, так как они ее знают. Понятно, но это могут очень многие здесь говорить, потому что тут такие долгожители сидят. Спруты, что вы сняли с ее биополю? Ну, они жидкость отстали, во-первых. А во-вторых, у них были присоски. Присоски, хорошо. И как лапки такие. Они вернулись в клетку? Да. Хорошо, Бес, я прошу тебя сейчас выйти, вытащить все, что ты оставил в ее биополе. У него на руках. У него перчатки и на ногах носки. И он показывает, как она дует корову. Эта энергия и молоко остаются на руках. И этим он радуется, что он обманул демона, который сидит на сеновале. Носки на коровах. И на коровах. Это не его демона. Что, он на всех коров поставил? Там две. Я вижу две. Хорошо. Он все убрал? Да. Бес, я тебе разрешаю снять все лярвы, которые находятся в ее биополе. Скажи мне, где лярвы и какого они цвета? У нее от конструкции. Темные, как пиявки. Живот. Низ. Желудок. В нескольких местах они короткие. Ну, черный. Позвоночник. Понятно. От конструкции Грея и рептилоида. Хорошо. Вытаскивай все. Голова. Ну, там у нас сидел арахноид. Еще тот красавец. Готов. Хорошо. Так. Значит, тогда мы сделаем сейчас следующее. Вы все убрали. Сейчас мы начнем с рассинхронизации и проверки. Ей страшно немного. Она не понимает, что происходит. Она не знала, что она будет так все это чувствовать и видеть. Мелания, вы меня видите? Слышите меня? Видит. Я на вашей стороне. Я помогаю вам сейчас избавиться от всех этих сущностей. У вас вообще должно быть никакого страха. Я рядом. Они все скоро уйдут и больше не придут. Поэтому наберите чуть мужества, немножко терпения. И мы все это уберем. И вам будет потом намного-намного лучше. Просто наблюдайте за этим всем со стороны. Синхронизация закончилась. Хорошо. Я на счет три включаю Меланию и внутренний белый свет. Один, два, три. На счет три Мелания выдавливает из себя все негативные остаточные патогенные энергии, оставшиеся от беса, спрутов, арахноида, рептилоида, греев и конструкции, синего дракона и голограммы. На счет три. Один, два, три. Пошел. Свет выдавливает это все. И эта энергия формируется перед Меланией в шар. Она хотела сказать, что не знает, как и не может, но ее тела сами начали двигаться и выдавливать из патоген. Она расслабилась. Энергия выходит, которую она сама удерживала. Небольшой шар. Небольшой. Открывая под ним портал в галактическое ядро, и он уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Я даю команду на счет три скэннера на контрольную проверку. Один, два, три. Пошла контрольная проверка. Скэннер сканирует все семь тонких тел. Мелани находит все. Малейшие наночастицы выпариваются. Если что-то крупное было оставлено, загораются маячки. Чисто. Хорошо. Все прошли проверку. Подхожу к Меланией, кладу руки на плечи, помогая ей сделать импульс высоковибрационного шокового удара. И на счет три сжечь все каналы к интерферентам. Один, два, три. Удар. Сжигаются все каналы. Отлетают. Открывается портал в галактическое ядро. Каналы улетают на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Так. Все прошли проверку. Хорошо. Бес. Два спрута. Арахноид и синий дракон. Трехглавы. Я сейчас открою портал. Дом. Вы пойдете все в дом. Каждый соберет все, что он оставил в этом доме. Мы придем минут через двадцать. Проверим все. И когда мы убедимся, что вы все убрали, мы каждому откроем портал на его чистоту. И они уйдут на свою чистоту. Вам понятно? Да. Хорошо. На счет три. Открывая портал в дом Мелании. Один, два, три. И Бес. Два спрута. Арахноид и синий дракон уходят в этот портал и дожидается нас там. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо. У нас остался рептилоид и два Грея. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли, я тебя приветствую. Объясни мне, пожалуйста, одну ситуацию. Вот 24 года находился рептилоид с Греями и конструкцией, которая была подключена по всем чакрам. Есть какая-то мера, это легитимно или это уже слишком много? Как мне понять эту ситуацию? Судя по их объяснениям, человек был согласен со всем, то есть неосознанный и так далее. Но все равно сила вот этого, что они на нее, воздействие на нее, она как-то оправдывается? Чем неосознанный человек, тем больше они пережимают и чувствуют себя как дом. Все понятно. Значит, здесь все было практически легитимно. Подавляя его волю. Подавляя его волю. Хорошо. Хочешь выйти из этой ситуации, начинай работать над собой. Я благодарю тебя, Ли, за эту информацию. Я тогда их буду отпускать на их чистоту. Хорошо. Рептилоид с Греями. Вы готовы уходить? Она забирает их для беседы. Хорошо. И под их конструкцией открывается портал. Галактическая дро. Она уходит на переработку. Закрывай, опечатывай. Растворяй. Синего дракона, голограмма осталась? Значит, рептилоиды. Играев забрали. Да. Конструкция ушла. Голограмма осталась. И под голограммой открывай портал. Галактическая дро. Она уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Подожди. Стоп. Биоматериал? Да, вернее. Стоп. Хорошо. Я услышал это, да. И выстраивай канал сейчас к голограмме дракона. Один, два, три. Назад. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Готово. Отлично. Много было? Много по всему телу. Кошмар. Открывай под этой голограммой портал. Галактическая дро. Она уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Поехали дальше. По частотам. Готово. Синхронизируется энергия вибрации. Гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, мы закончили. Мелания, как вы себя чувствуете? Не верится, что это я. Это вы. И выкнуть надо. Конечно. Хорошо. Будем возвращать сейчас вас назад в ваш биоробот. И сразу приступаем к вашему дому. И для освоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Мелании в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой изделеньки головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Вот то, ладно.